У Зеленского отреагировали на санкции РФ против Украины. В офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на российские санкции против членов ряда украинских парламентских партий. Решение российского правительства назвали спекуляцией. Об этом сообщает пресс-служба ОП. У Зеленского подчеркивают, что мотивация подобных действий всегда не имеет очевидных логических объяснений и носит скорее ситуативный спекулятивный характер для пропагандистских целей. В ОП это связывают с недавними событиями, которые оставили негативный имиджевый след на России. В частности, это отравление оппозиционера Алексея Навального и протесты в Беларуси. Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны, говорится в сообщении. У президента также не исключают, что РФ предпринимает попытку манипуляций перед местными выборами в Украине, которые должны состояться в октябре. Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас, что естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистским провокациям и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье, говорится в сообщении. Напомним, ранее правительство России расширило персональные санкции против Украины. В российский санкционный список, в частности, попали пятый президент Петр Порошенко и бывший нардеп Святослав Вакарчук. О том, что Россия планирует расширить санкции против Украины, стало известно еще в конце июля.